Несмотря на пост, спрос на мясную и сыроколбасную продукцию не слишком упал. Карантин предоставил одесским домохозяюшкам дополнительное свободное время. Как тут не побаловать свое семейство сочными стейками, домашними котлетками или отбивными с сыром? Сеть сравнительно небольших магазинов мяса. Пускают не более четырех человек. Хозяйки готовы постоять на улице, чтобы не только порадовать близких вкусным ужином, но и обезопасить себя от инфекции. Не пускают больше, чем надо. Скажите, в условиях карантина, насколько это обоснованная норма? Ну да, конечно, обоснованная. То есть вы с пониманием относитесь? Да, конечно. Нужно запускать больше человек или это обоснованный дискомфорт? Обоснованный, обоснованный и нужный. И мы сделаем все, чтобы в Одессе не было вируса. Крупные торговые сети также вводят ограничения. Как удалось выяснить, в некоторых магазинах Сельпо действует лимит на пребывание в помещении. Не более 60 человек вместе с персоналом. В некоторых – один человек на 10 квадратных метров. Правда, в большинстве точек аншлагов нет. Уличную очередь мы зафиксировали только на Черняховского. Большинство покупателей с пониманием относятся к вынужденному дискомфорту. Однако есть и те, кто возмущен такой политикой администрации магазинов. Торговая сеть Сельпо установила лимит на одновременное нахождение в помещении до 60 человек. Как видим, возле магазина на Черняховского собралась довольно внушительная очередь. Здравствуйте. Как вы считаете, вот та норма, то, что лимит 60 человек одновременно в помещении, это обоснованно? Создает определенный дополнительный дискомфорт, да? Ну, вот вы считаете, что в условиях карантина это обоснованная мера? Я считаю, что да. Да? Да. Вы не боитесь, вот вы без маски заразиться коронавирусом? Нет, не боюсь. Я одеваю маску в помещении. А в помещении будете одевать? Да. При контакте с людьми более тесно. Я считаю, что это правильно. Знаете, я очень бы хотела, чтобы все ходили в масках, хотя много слышу, что не помогают. Маски не защищают. Ну, это правильно. Ну, вы, я вижу, не только в помещении, а и на улице стараетесь, да? Да, в любом случае, конечно. А как? Ну, такой немножко ажиотаж есть в магазинах, но я думаю, что мы приспособлены ко всему и думаю, что все будет хорошо. То, что очередь здесь, как считаете, вот этот дискомфорт, он обоснованный в условиях карантина? Мне кажется, нет. Почему? Ну, а толк с этого, что я хожу по улице, тоже общаюсь, и в трамвае, и везде, так что. А на улице мерзнуть можно? Стоять в очереди пожилым людям? Тоже я это вообще не понимаю, честно. Среди других профилактических норм – информационные таблички при входе. Они есть практически во всех супермаркетах. В некоторых администрация магазина даже ставит антисептик для дезинфекции рук. А вот социальные инициативы запускаются выборочно. К примеру, сеть супермаркетов АТБ приняла решение с 9 утра до 10 часов дня обслуживать только незащищенные категории граждан. С 9 до 10 часов – приоритет запуска людей похилого века, инвалидов, с детьми. То есть, запускаем, в большинстве людей такого станут. Потому что это группа рисков – пенсионеры, дети, инвалиды. Сеть обжора, в свою очередь, предлагает услугу бесплатной доставки продуктов на дом, чтобы уменьшить количество посетителей непосредственно в магазинах. Для этого необходимо оформить заказ на официальном сайте обжора не менее чем на 300 гривен. Каждый желающий может зайти на наш сайт, зарегистрироваться и сделать оформление заказа с доставкой. Доставка у нас бесплатная от 300 гривен. И также еще есть скидки от суммы заказа. В связи с карантином у нас увеличилось количество заказов. Соответственно, в магазинах стало людей меньше. И доставляем на дом, чтобы у людей было меньше контактов в самом супермаркете. Из-за большого количества заказов доставка может ненадолго опоздать. Ведь запасливость одесситов и нагнетаемая паника вокруг коронавируса подняла продовольственный ажиотаж. Тем не менее, продуктов на всех хватит, уверяют и поставщики, и реализаторы. А вот о личной безопасности на период карантина действительно следует заботиться максимально тщательно. Ведь беспечного гражданина не уберегут от инфекции никакие ограничительные меры. На бога надейся, а сам не плашай, говорит мудрая поговорка. С пожеланиями крепкого здоровья одесситам. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.